МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодняшний выпуск я хочу посвятить и памяти, и скорби. Погибло более 27 миллионов человек, причем комбатантов, то есть людей-военнослужащих, погибших в результате боевых действий после попадания в плен в концлагерях, было порядка 11 миллионов, а все остальное это мирные жители. Это был геноцид всех народов, которые живут на территории Советского Союза со стороны гитлеровской Германии и ее союзников. Эта потеря в демографическом плане, она на самом деле ощущается до сих пор. Были провалы в рождаемости, в смертности, и на самом деле раны той войны, они даже до сих пор еще не зажиты с точки зрения демографии. Но давайте посмотрим на память, что на самом деле произошло в июне 41-го года, почему гитлеровская Германия всей своей мощью обрушилась на Советский Союз, почему Советский Союз потерпел ряд поражений в 41-м году, и вообще какая вот историческая картинка была в тот период, почему сложилось поражение 41-го года. Очень многие западные политики, да и наши местные журналисты, политологи, знаете, ведут эту кампанию против пакта Риббентропа-Молотова. После вот об этом соглашении, которое было заключено между Германией и Советским Союзом, о ненападении, совершенно не рассказывают о том, что за год до этого, в 38-м году, был совершен так называемый Мюнхенский сговор, то есть Польша, Германия и Франция заключили подобное соглашение с Германией, и там в отдельных пунктах была открыта возможность уничтожить Чехословакию. Фактически Польша, которая впоследствии стала как бы поводом начала Первой мировой войны, вот эта спецоперация в Гляйвице, да, она и подтолкнула Германию для уничтожения Чехословакии. Вот этот факт почему-то никто не рассматривает. Фактически в результате политики ведущих европейских государств, Польша, понятное дело, всегда в истории, она в фарватере англичан двигалась, шаги Великобритании и Франции привели к тому, что Советский Союз так и не смог заручиться поддержкой Лондона. А Черчилль, Чимберлен, они вели такую политику, чтобы встречать делегации Советского Союза, всячески производить на них хорошее впечатление, но тем не менее уходить от основных вопросов, связанных с заключением любых соглашений. Я говорю не только военных, не только о поддержке, не только о финансировании, а Ленд-Лиза еще не было, но любых соглашений, как потом писали английские политики, чтобы не связывать себя никакими обязательствами по отношению к Советскому Союзу. Вот эта политика, она и привела к тому, что гитлеровская Германия, сумев в достаточно тепличных условиях, вы видели, мы все помним, в каких условиях, как быстро фашистская Германия захватывала Голландию, Бельгию, Францию, и в результате этого под управлением фашистской Германии оказалась не только вся, практически вся Европа, но, не будем забывать, и весь человеческий ресурс Европы, и весь ее экономический потенциал. Фактически под властью Гитлера образовалось так называемое европейское сообщество 1.0, и когда Гитлер выступал с речью уже после нападения на Советский Союз, он в своей речи обосновал, что объединенная Европа идет в поход против большевизма. Вот здесь тоже достаточно интересный пункт, связанный с большевизмом. Это, конечно же, повод, это не причина. Дело в том, что, например, вторжение Наполеона, которое очень похоже на вторжение Гитлера, коммунизма и большевизма тогда еще не было, но шли под другими флагами, под другими поводами. То есть большевизм – это такая пугалка, которая на самом деле говорит внешняя причина, а внутренняя не рассказывает. Она говорит оглашаемая, а умалчиваемая заключалась в том, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, не вмешиваясь в войну до 43-го года, фактически осуществляли политику не помогать ни Германии, ни Советскому Союзу. В случае, если кто-то будет ослаблен и терпеть, например, поражение, оказывать поддержку ему и таким образом добиваться ситуации, при которой они будут убивать себя друг друга максимальное количество времени. Так оно в конечном счете и получилось. В результате этой политики вмешательство в войну, открытие Второго фронта получилось только после Тегеранской конференции, когда уже после Сталинграда было понятно, что гитлеровская Германия, ну просто ее обрушили, ее надломили, ей был переломлен хребет, и она на самом деле, ну просто уже сжималась, стягивалась, из последних сил отбивалась. Но с точки зрения военного потенциала, Германия и Советский Союз, конечно, были самыми великими странами на планете на тот момент. То есть в прямой схватке против Германии воевать не мог никто. Это показал и операция Нормандия, когда высадились объединенные англо-американские войска, и, собственно говоря, сразу же и увязли. То есть фашистская Германия, она сразу же показала уровень того воинского искусства, которым она обладала, и она действительно на 22 июня 41-го года была самой сильнейшей армией мира. Что касается советской армии, нельзя сказать, что советская армия к войне была не готова. Вот эта ситуация внешняя, когда наши союзники, условно, по антигитлеровской коалиции, которые стали нашими союзниками, вот далеко не сразу, хотя Ленд-Лиз был подписан в 41-м году, и по Ленд-Лизу мы начали получать какие-то ресурсы, в рамках вот этой политики. Давайте поддерживать и тех, и тех, и пусть они убивают друг друга как можно дольше. Но вот в результате вот этой внешней политики, оказывается, у нас внутри, в Советском Союзе, особенно в вооруженных силах, особенно в командовании, находились вот те самые троцкистские элементы. Вот я сейчас повторяю риторику тех лет. Вот если поднять эти статьи, да, там, агенты английской разведки. И многие люди, особенно вот в 90-е годы, они просто возмущались. Какая разведка? О чем разговор? Так получается, что на самом-то деле вот в этом-то причина вся и крылась. В 41-м году два фронта были обрушены, огромное количество молодых военнослужащих попали в котлы, попали в окружение, в плен. А это все получилось в результате того, что командующие фронтов сдали, не выполнили приказы Верховного Главнокомандования по развертыванию, по подготовке к утру, раннему утру 22 июня, и сдали свои фронты. При всем при том, что Черноморский флот не только исполнил и очень качественно отбивал атаки немецко-фашистских захватчиков, но еще и фронт, который находился на северо-западе страны, в районе Ленинграда, он тоже и Кольского полуострова, они тоже достаточно успешно отбивали вот эти атаки. А прорвалась именно там, где находилась вот эта самая агентура, которая, как потом выяснилось, вообще-то была участниками военно-фашистского заговора Тухачевского. Хочу напомнить, что этот военный заговор был раскрыт и локализован в 1938 году. И вот остатки вот этой вот периферии, они на самом деле сохранились в вооруженных силах и подыграли. Отсюда вообще вытекает прямой исторический урок. Прямой удар по России. Как бы она ни называлась, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, вообще любая Россия, он никогда не может закончиться победой с той стороны, он всегда сопровождается предательством части элит. Особенно части элит, находящихся в вооруженных силах, ну и в высшем руководстве. И вот эта комбинация действий, связанных с тем, что внешние якобы союзники организовали внешнеполитическую ситуацию, при которой Советский Союз остался один на один с объединенной Европой, которую возглавляла фашистская Германия. Идеологически, экономически очень сильное государство на тот момент, которое специально выращивали для удара по Советскому Союзу. И вот, оставшись один на один, Советский Союз колоссальным напряжением сил, колоссальными человеческими жертвами, обрушением инфраструктуры, ну фактически всей европейской части Советского Союза этот удар принял. Этот удар смог отразить, причем не сразу. Дело в том, что кампания 1941 года, она закончилась достаточно успешным поражением, победой под Москвой. То есть, уже к зиме 1941 года советские войска оправились, они подтянули резервы, и под Москвой осуществили, ну фактически, разгром всей группировки армии «Центр». И в результате получилась ситуация, что дальше была Харьковская операция, была атака на Петербург, и вот Харьковская операция, это было полное поражение советских войск. Причем полное поражение советских войск, связанное с саботажем, именно в высшем руководстве вооруженных сил Советского Союза. Об этом, кстати, очень много не пишут, об этом много не рассуждают. Дело в том, что после убийства Сталина и после убийства Берии, когда к власти пришли именно эти люди, естественно, вся история была зачищена, и это все находилось либо под грифом «секретно», либо просто было вычеркнуто из истории. Но на самом деле шла схватка не только на внешних фронтах, шла схватка внутри. И вот эти вот люди, которых условно называют троцкистами, а это была кадровая база Троцкого, который был изгнан из Советского Союза в 1928-1929 годах, она и осталась на местах и занималась саботажем. Нам с вами это все знакомо, потому что на прямых линиях президента мы с вами примерно такие же элементы саботажа наблюдаем, то есть история в этом смысле повторяется. Самое главное сделать так, чтобы не допустить до такого развития событий. Это я все разговариваю, говорю сейчас по поводу памяти. Поскольку день скорби и памяти, мы вспоминаем 22 июня, а это кроме того, что начало войны, это еще и достаточно знаковая цифра в календаре, это солнечное, это день летнего солнцестояния. Это тоже определенная, знаете, энергетика в природе. Получается, что год заворачивает на вторую половину. Сегодня самый длинный день и самая короткая ночь. И вот сегодняшний день памяти хочется обсудить еще и с точки зрения того, как нам выстроить, как нам выстроить свою политику, как нам выстроить свою информационную работу для того, чтобы такие стрессовые, такие катастрофические, трагические ситуации, которые случились с началом Второй мировой войны, с началом Великой Отечественной войны как составной части Второй мировой, не повторялись никогда. Какие нужны мероприятия по организации вооруженных сил, по информированию населения, по проведению мероприятий гражданской обороны, по обучению резервистов на случай призыва и так далее, и так далее. Огромный комплекс мероприятий, которые нужно проводить, и самое главное, нужно делать закладочки у себя в сознании. История нас всегда чему-то учит. Но если мы уроки истории не выполняем, то она ставит двойки, и эти двойки очень дорого даются. Хочу напомнить, что наша победа, 71-ю годовщину, которую мы отмечали 9 мая, она на самом деле очень символична тоже по датам, и она показывает, по какому принципу Великая Отечественная война является составной частью Второй мировой войны. Вот когда Англия и Франция совершили Мюнхенский сговор, и фактически развязали Гитлеру руки для начала Второй мировой войны, а Вторая мировая война началась буквально через год. Вот с того момента и получилась ситуация, что гитлеровская Германия при всей ее зверской идеологии, при всей ее политике выжженной земли на территориях Советского Союза, при всех концентрационных лагерях, которые с 43-44 годов начали превращаться в фабрики смерти, когда людей убивали в промышленных масштабах. Вот фашистская Германия, тем не менее, являлась наконечником коллективного Запада, вот этого копья, обращенного против Советского Союза. А мы понимаем, Советский Союз в английских источниках всегда назывался Россией. И мы фактически воевали с коллективным Западом. Если вспомнить, что ленд-лиз это только такие подачки для того, чтобы поддерживать обе стороны, чтобы они убивали друг друга как можно дольше, то не будем забывать, что Черчилль ввел двойственную политику на протяжении всего периода Второй мировой войны. Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская. Решения, которые принимались внешнеполитическим ведомством Великобритании, они все сводились к тому, чтобы... Что же делать? Что же делать? Германия не справилась с поставленной задачей. Ударок против России не получилось. Россия не только не упала после этого удара, она еще и окрепла, и ее Красная армия стала самой сильной армией в мире. И вот тогда было принято решение, это еще перед операцией немыслимой, о которой уже просочилась информация, Великобритания рассекретила эти материалы в конце прошлого века. Было принято решение, вот после открытия Второго фронта, все немецкие части, которые сдаются в плен, которые получили воинское поражение на поле боя, оружие их складировать на складах для того, чтобы даже не консервировав, иметь возможность их использовать. Части, которые сдаются в плен, их не расформировать, а в землях Шлезвик, Гольдштейн, это такая есть федеральная земля в Германии, были организованы лагеря для концентрации немецких войск, которые не расформировались, и планировалось объединенные англо-американско-немецкие части внезапным образом бросить против Советского Союза, и таким образом война бы перешла, она бы сняла умалчиваемой, стала бы оглашаемой, то есть была бы открытой. В умалчиваем находилось то, что в Великобритании и Соединенные Штаты Америки, наши союзники по антигитлеровской коалиции, они сидели на конференциях в Тегеране, в Ялте, кивали головой, говорили да-да, но тем не менее готовили нож и удар в спину. И вот именно из-за того, что такой удар был, а советская разведка об этом была проинформирована, проинформирована. Дело в том, что даже по косвенным признакам было понятно, что наши союзники, они только очень условные союзники, и удар был, ну, в общем-то, очевиден. Именно поэтому была такая достаточно кровопролитная берлинская операция, когда мы спешили, нам нужно было захватить Берлин, во что бы то ни стало, для того, чтобы операция немыслимая не смогла состояться. Кстати, операция берлинская, она прошла с точки зрения воинской стратегии, с точки зрения воинского искусства, боевого устава, и вообще стратегии таких масштабных военных операций, она прошла с колоссальным перевесом. То есть обычно атакующие терпят большие потери в живой силе, обороняющиеся наоборот. Так вот, в берлинской операции советские вооруженные силы достигли такого уровня, что количество жертв немцев и русских было один к пяти. На одного атакующего русского было пять потерь, пять человек живой силы с той стороны. То есть это была беспримерная операция, которая на самом деле произвела большое впечатление на англичан и американцев, и это в значительной степени сделало невозможным проведение операции немыслимой. То есть там просто на уровне командно-штабных учений была просчитана ситуация, что, во-первых, Советский Союз проинформирован, он готовится, у него стоят резервы, и в случае, если бы было такое обострение, то они просто просчитали, что до Лиссабона бы советские войска дошли там в течение недели, и было принято решение отклонить. То есть они взяли паузу, которая вылилась, в конце концов, в бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в этом же году. Кроме того, там была еще такая игра, связанная с конфликтом Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Великобритания впрямую с Японией не воевала, она тоже Японию использовала в темную. Дело в том, что вековые связи Великобритании и Японии, это два островных государства, особенно после опиумных войн начала XIX века, они были достаточно плотными. И вот этот сговор тайный, он существовал всегда. А Соединенные Штаты Америки находились в состоянии горячей войны с Японией. И вот соглашение на Тегеранской конференции, затем на Ялтинской, о том, что Советский Союз после разгрома фашистской Германии вступает в войну против Японии в интересах Соединенных Штатов Америки, это был аргумент для того, чтобы расколоть вот этот строй наших союзников по антигитлеровской коалиции и не дать Великобритании осуществить возможность проведения операции «Немыслимая». Вот достаточно сложная композиция всех событий, достаточно сложная композиция всех игроков, которые осуществляли свои действия на международной арене, осуществляли свои действия в управлении, причем в управлении как снаружи Советского Союза, так и внутри. Она и привела к тому, что 22 июня 1941 года Советский Союз в официальных документах и в оглашении, когда было объявлено по Советскому Союзу, что фашистская Германия вероломно напала, это не значит, что мы не знали или не готовились. Мы знали, готовились, но в результате предательства части руководства вооруженных сил Советского Союза, которые являлись фактически агентурой той же фашистской Германии, но даже еще больше, фактически агентурой вот той самой Великобритании. Вспоминаем все вот эти истории об агентах английской разведки. Существовал определенный сговор. Немецкая разведка, она впрямую работала с этой агентурой. И вот этот шквальный проход, вот эти окружения и котлы, когда, ну, практически как по маслу, группа армий «Центр» прошла до Смоленска в первые же дни войны, а Минск был захвачен буквально через несколько дней. Все это говорит о согласованности действий. Павлов был расстрелян, командующий одним из фронтов, но тем не менее урон и вот эта катастрофа, она на самом деле имела еще и колоссальный эмоциональный характер. И можно только подивиться гениальности руководства Советского Союза, которое такую вероятность закладывало. И когда осуществлялась эвакуация промышленных предприятий, огромных масс людей, скота, всего инвентаря, материальных ценностей, таких эвакуаций в истории человечества не было никогда. Но самое главное, эвакуация, логистика, поезда, это все понятно. Но оказывается, еще задолго до начала Великой Отечественной войны на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке все эти предприятия, они перемещались не в голое поле. То есть голое поле местами было, но там уже было подведено электричество, был залит нулевой цикл, фундаменты, уже можно было ставить станки и буквально через несколько недель начинать выпускать продукцию. Ну, достраивая коробки зданий. Вот эта предварительная работа, она была проведена. И она проводилась все 30-е годы. Причем она проводилась в достаточно жесточайших условиях секретности. Дело в том, что вот эта внутренняя борьба в Советском Союзе, когда выдающихся ученых, выдающихся инженеров вынужденно сажали в лагеря, причем в лагеря, которые находились рядом с вот этими площадками, построенными для эвакуации и переброски заводов. Таким образом, сохраняли жизни людям, которые представляли колоссальную ценность для Советского Союза. То есть, вот обратили внимание, что сейчас часто попадаются публикации о том, что иранские ученые отстреливаются как не в себя. То есть, ученые некоторых других стран их просто отстреливают как самый важный интеллектуальный актив, который за деньги сразу не купишь. То есть, если у тебя нет ученых-ядерщиков или нет ученых-оружейников, то сколько бы денег не было, они завтра не появятся. То есть, это такой актив, который выращивается достаточно долго. И вот внутренняя борьба в Советском Союзе, когда два крыла коммунистической партии, помните, как в романе Чапаев крестьянин спрашивает у Василия Ивановича, Василий Иванович, ты за кого? За большевиков или за коммунистов? Уже тогда люди понимали вот эту разницу, вот эти два крыла между троцкистами и большевиками. Большевики – это от слова «большинство». И вот эта борьба, она и приводила к тому, что основные зачинщики террора, вот этих вот условно, которые называются сталинские, а на самом деле троцкистские репрессии, после того, когда они совершили государственный переворот в 1953 году, они, собственно говоря, все свои грехи и повесили на Сталина и на Берию, а сами начали зачищать историю. И таким образом мы с вами о трагедии 41-го года знаем только по наслышке и только на уровне чуйки. О трагедии 42-го года вообще даже не слышали. Только песни по Доржевам нам иногда рассказывают о том, что некоторые части отборные, резервные, где высокие русские мужики, специально подготовленные для осуществления спецоперации, под нож клались с целыми, я не знаю, подразделениями. Это тоже была согласованная политика. Это тоже было такое предательство. То есть день памяти и скорби, который мы с вами сегодня отмечаем, это не только день летнего солнцестояния. Это еще и хорошая напоминалочка нам всем, что управлять этой страной нужно умеючи, нужно четко представлять, что и слева, и справа, во внешнем окружении у нас далеко не друзья. И мы это с вами чувствуем практически каждый день, а жители Крыма так особенно. Но нужно понимать, что агентура этих не друзей, она существует и внутри, и просто держать нос по ветру, при этом обязательно помня, что понижать устойчивость управления категорически нельзя, потому что система все равно должна работать. Самое главное в управлении принцип заключается не кто, а что. То есть даже люди, которые условно могут быть повязаны какими-то договоренностями с иностранными центрами влияния, тем не менее, если они находятся внутри системы, они могут исполнять свои обязанности, и система будет устойчивая. Дело в том, что даже с вечера на утро заменить кого-то это не так уж и просто. И вот это такая сложная, многоходовая ситуация, которая обязывает каждого гражданина знать историю не только на уровне Дня памяти и скорби, а еще и на уровне выработки управленческих решений, выработки навыков в той же гражданской обороне, в той же боевой подготовке, в той же информационном обеспечении, когда нужно понижать панику, ни в коем случае не допускать истерик, всех истериков и изолировать, и всех вот этих провокаторов. И таким образом наша страна на очередном витке истории уроки 22 июня 1941 года вынесет, причем вынесет тоже на новом уровне развития, когда Российская Федерация как правоприемник Советского Союза, а Советский Союз в свою очередь правоприемник Российской империи, мы сможем осуществить особую миссию России в истории человечества. Это проект русской глобализации. Это такое устройство жизни, в результате которого войн, подобных Великой Отечественной войне, в мире просто не будет. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин